всем добрый день переходим к изучению ряда нора первая буква этого ряда пишется следующим образом мы ставим как бы точку а потом пытаемся эту точку как бы соединить со второй чертой поэтому точка немножечко у нас такая как бы продолговатая получается что касается второй черты она очень похожа на элемент который мы свое время с вами писали в букве че если вы его помните только в че у нас была такая маленькая горизонтальная черточка а вот если эту черточку убрать то вот то что остается это как раз тот же самый элемент что в букве ра то есть точка которая стремится воссоединиться со второй линии вертикальная прямая линия которая потом уходит вот такое брюшечка так его назовем принципе чем больше мы учим хирагуну тем понятнее нам становятся многие элементы поэтому я думаю что осваивать с каждым рядом ее становится все проще и проще следующий знак это знак нари ну вот в этих прописях представлено написание разорванное есть вариант и слитного написания то есть когда мы пишем первую черту и потом не отрывая руки переходим на вторую черту вы можете выбрать то написание которое вам нравится в этом варианте она похоже на какую букву на и да немножечко похоже наверное только если и у нас вот здесь заканчивалась то ри как бы более длинная черта но имейте ввиду что есть манера написания и без отрыва руки тренируемся прописываем ряды и переходим к за при закреплению следующие слова им предлагаю написать мы используем новые буквы те что вы выучили до этого первое слово рису белка мура деревня караи вы уже наверное узнаете по и на конце что это прилагательное острый и кусури лекарство рису мура караи кусури ставим на паузу и прописываем слова а затем как обычно проверяем вот что у нас должно было получиться рису мура караи кусури идем дальше следующая буква буква ру ну вот тоже говорю повторяющиеся элементы имеют место быть она у нас похоже начинается как мы писали букву со я думаю внимательное зрители уже это смогли догадаться то есть но если в со мы дальше остро уходили вверх помните да то в ру мы уходим плавненько сразу в бок да и заканчиваем вот такой петелечкой в чем обратить внимание здесь протыкать и какие-то хвосты делать не нужно то есть мы закрыли убрали ручку попробуйте а мы переходим к следующей букве тоже уже у нас есть определенные как бы воспоминания да элементы знакомые которые встречались в предыдущих буквах и и эта буква начинается писаться точно так же как мы писали букву н да я думаю вы вспомнили ее но если н у нас заканчивалась крючочком то ре идет вот заканчивается такой как бы свободной линией помните правило написания не оно сохранено и для ре эта точка и эта точка лежат практически на одной линии то же самое эта точка и эта точка и вот эти две линии должны сохранять параллельность еще раз говорю чем больше мы пишем чем больше мы учим тем доступнее и понятнее нам становится хирагана хирагана здесь важно только одно не запутаться в этих буквах и точно закрепить что у нас не как у нас выглядят выглядит не и как у нас выглядит рэ для этого помните вспоминаем наш алгоритм нужно проговаривать букву при ее написании прописали пытаемся закрепить курума машина уру продавать рэй пример коры это и сару обезьяна ставим на паузу пишем а затем проверяем вот что у нас должно было получиться курума уру уру рэй коры сару у нас осталось всего лишь одна буква из этого ряда это буква ру сразу замечаем что что-то такое мы уже писали действительно писали когда мы писали букву ру отличие ру вот это ру у нас да вот это у нас ру в чем что если ру у нас заканчивалась петелечкой то ру у нас заканчивается так как плоско да скажем так не станете совсем плоским но и круглым тоже не делайте уже такой элемент как в че как ну в ра в че таким образом у нас эта черта пишется ну собственно говоря и все записываем слова тренируемся иро щиро омущирой курой ставим на паузу и проверяем иро щиро омущирой курой и последний этап ставим на паузу и пытаемся прочесть следующие слова а теперь вместе со мной спасибо за внимание спасибо что были с нами у нас осталось всего пять букв которые мы должны выучить я уверена что мы справимся с этой задачи до скорых встреч